В Жамбыловской области возмущаются электрики и контролеры. Они считают, что руководство держит их едва ли не в рабстве. Говорят, за 100 тысяч в месяц приходится работать даже по выходным и самим покупать расходные материалы. Сегодня люди решительно потребовали от дирекции повысить зарплату и прекратить, как они считают, порабощать их. Водители, электрики, контролеры и другие специалисты из пяти районов собрались сегодня у здания, где сидит работодатель. Люди требуют увеличить заработную плату и создать достойные условия труда. Сами смотрите, зарплата у нас 85 тысяч, у электриков и контролеров 100-110 тысяч. Из-за нехватки денег многие колымят, часто происходят мелкие ЧП, люди инвалидами становятся. Даже бывали случаи, когда умирали. Это все из-за того, что заработной платы мало. Немногие выдерживают такие условия. Люди говорят, что чувствуют себя рабами. Работать очень часто приходится даже по выходным, потому что не хватает сотрудников. Особенно, когда в регионе шквальный ветер. А недавно сказали, что будет еще и сокращение. На весь район у нас всего 4 человека работают. От Аксюека до Уламбеля расстояние более 400 километров. И мы 4 человека должны эту территорию обходить пешком. Но это же невозможно. Техники нет. Если есть, она вся старая. Нас отправляют по району пешком. Чтобы не ходить пешком по абонентам, заливаем бензин из своего кармана и едем на своей машине. Уже год работаю и год такие условия. Проблемы с маленькой зарплатой и нехваткой сотрудников компании отрицать не стали. Но уточнили, тут все зависит от тарифа на электроэнергию, который антимонопольный комитет поднимать не разрешает. ЖЭС является субъектом естественных монополий. Каждый наш шаг, каждое движение контролируется антимонопольным комитетом. Наш тариф утвержден госорганами и без их разрешения мы не можем поднять его выше. Из-за этого невозможно поднятие заработной платы. Зам. директора уточнил заявку на повышение тарифа на электроэнергию можно подавать только раз в пять лет. Последняя была два года назад. Впрочем, работники уже устали чего-то ждать и теперь готовы жаловаться в столицу. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК Тарас. Денис Храмов, КТК Тарас.